Историко-культурное наследие нашего региона, оно очень разнообразно. Здесь присутствуют различные эпохи, начиная от каменного века до этнографической современности. Вообще, если коснуться Акмолинской области в контексте изучаемой Сарарки, то это сам по себе уникальный регион, так как у нас присутствуют прямо-таки историко-культурные заповедники, историко-культурные клоклондайки на территории Зерендинского района, района Беронсала, Атбасарского района. Но на сегодняшний день наиболее ярко изучена нами, это так называемая андронская культура или эпоха бронзы, ориентированная 4000 лет назад. В целях восполнения Бреши по остальным периодам Кмолинским областным историко-культурным музеем реализуется ряд проектов по изучению других исторических отрезков времени. Например, это наш имиджевый проект, имиджевый проект не только нашего музея, но я считаю всей области, это исследование Мавзолея Жени Бехана. На сегодняшний день нами уже реализовано два этапа реализации данного проекта. Проведены археологические раскопки на территории Кукург-Лужинского района, собран биоматериал, хронологический материал, и все это передано на исследование. На сегодняшний день уже мы получили предварительные исследования из Европы по радиокарбонному анализу. Радиокарбонный анализ уже предположительно показывает 15 век, то есть это говорит о том, что мы находимся на верном пути. Теперь сейчас к концу года, если все нормально будет, то если пандемия, конечно, не внесет свои коррективы, то мы получим уже исследование ДНК. И уже тогда мы сможем уже к концу года, если опять же это будет восходить на чингизидов, то мы будем уже уверенно говорить, что мы обнаружили захоронение Жени Бека Хана, одного из основателей Казахского ханства. В целях исследования остальных хронологических периодов нашей истории Акмуринской областной историей Кривическим музеем реализовывается на 2021 год проект под названием «Культурное наследие Сарараки. Преемственность древних и средневековых культур». Суть проекта состоит в том, чтобы через призму древних памятников и средневековых памятников изучить историко-культурное наследие нашего региона. Например, для примера могу лишь привести, что на территории Курганжинского района есть городище Батхай, которое фиксируется еще у русских исследователей 17-18-19 веков. На сегодняшний день мавзолей Батхай не исследован и городище Батхай также не исследовано. Вместе с тем на территории Еременталского района нами обнаружены сакские курганы, датируемые примерно первым тысячелетним до нашей эры, либо относящиеся к так называемой сакскифской цивилизации. Суть этого проекта исследования этих курганов, обнаружения поселений эпохи раннего Железного века и, конечно же, найти золотого человека. Например, во многих регионах нашего Казахстана уже были обнаружены захоронения золотого человека. На территории Акмолинской области на сегодняшний день пока нет. И наша сама суть, сама цель этого проекта — провести исследование, и если нам удастся, то обнаружить золотого человека. Все предпосылки для этого есть. Например, в Еременталском районе обнаружены два уникальных памятника археологии. Это могильник ОЛНТ и могильник ОЛНТ-3. На этой территории состоится из нескольких курганов, но и самые яркие из них — это сакси курганы, метром более 30 метров и высотой более 3 метров.